Привет, друзья мои! Сегодня такая прям неоднозначная тема поговорить. Компания RED вывалила новую камеру. Сегодня RED презентовала свой новый V-Raptor. И это такая неоднозначная прям вот камера, что я очень хочу ее с вами обсудить, потому что есть ну прям классные моменты, есть такие удивительные странные. Итак, что же это прям такая за замечательная, удивительная камера? Во-первых, то, о чем очень много на презентации говорили и чем, видимо, очень гордятся. Камера валит в 8К. В 8К она пишет 120 кадров, а когда вы понижаете разрешение, она пишет 600 кадров. Это правда невероятно, это очень круто. Но теперь еще есть маленькие странные нюансы. Больше всего меня удивило появление автофокуса в этой камере. Это кинокамера. И это первая, насколько я знаю, профессиональная кинокамера с автофокусом. И не просто с автофокусом, а который реализован на байонете RF. Кеноновском байонете, о котором очень много тоже на презентации говорили. Прям Кенон там хвалили и воспевали оды. Мне, как заядлому кенонисту, это прям бальзам на душу. И байонет RF, которому я тоже прочил, в общем-то, долгую и счастливую жизнь. Это тоже подтверждается. Потому что Red делает камеру на байонете RF. На которой, мне кажется, Кенон будет делать упор. Потому что беззеркалки это нынешнее поколение техники. И Кенон будет продвигать дальше байонет RF. Они делают много оптики к этому байонету. И эту экосистему будет Кенон развивать. И Red в данном случае подхватил просто новую волну, которую Кенон поможет им продвигать, так сказать, и у себя. Но вот появление автофокуса. И я уверен, что не такого хорошего, как на новых Соньках, как на, допустим, той же беззеркалке от Кенона. Ну, мне кажется, тут фокус будет, автофокус будет не дотягивать. И в профессиональной кинокамере это по меньшей мере странно. Новый Red V Raptor выглядит таким более френдли для широкого пользователя. То есть эта камера стоит 25 штук баксов. 25 тысяч долларов для среднего юзера это достаточно серьезная сумма. Относительно тем более Blackmagic, которые по пятерке продают свои камеры. Причем даже большим разрешением. 12К, пожалуйста. Но для продакшена, для производства кино эта сумма совершенно не страшная. И камера вышла в новом корпусе, DSMC третьем. То есть не самом маленьком, но и небольшом. И эти камеры удобно куда-то грипповать. То есть засунуть их в такие более стрёмные места. Где-то внешний грипп какой-то делать и так далее. Тем более, что по цене 25 штук баксов это не 60 тысяч долларов. Как за более старшие модели от того же Red. Следующий пункт, который тоже указывает на более широкого пользователя. В камере установлен XLR разъем через переходник. Но тем не менее XLR с фантомным питанием. Что подразумевает, что звук на площадке не пишет у вас звукооператор со своей системой. А вы пишете звук непосредственно в камеру. Потому что фантомное питание нужно, если вы подключаете туда петличку, которая требует фантома. То есть это значит, что звукооператор не будет этим заниматься. Это подразумевает использование этой тушки как, скажем так, репортажный какой-то вариант. А это для меня, в общем-то, странно. По всякому обвесу Red со своим велоцираптором выступил неплохо. Они сделали достаточно большую кучу плюшек к нему. То есть ее можно хорошо обвесить. Можно выход тайм-кода получить. Можно звук подключить на XLR. Мониторчик к ней же опять же подключается и так далее. То есть ручки можно грипповать. Корпус камеры выполнен с кучей резьбы 1,4. Куда вы можете пригрипповать все, что угодно. И дальше Red планирует выпускать ее еще и в большом корпусе. Далее. ND-фильтры. ND-фильтры в камере внутри в тушке не реализованы. Они будут довешиваться через переходничок. А вот в большом корпусе Red сделает ND-шки, возможно, уже внутри. Еще один интересный момент. Red сейчас проходит сертификацию на Codec ProRes. То есть еще в камере будет реализован после обновления Codec ProRes. То есть мы можем писать видео не под цветокоррекцию, а непосредственно сразу его фигачить в YouTube или там вываливать заказчику. Это тоже приближает камеру как бы к широкому, более широкому кругу пользователей. Динамический диапазон у велоцираптора 17 ступеней. Ну это Red-овские 17 ступеней. Но тем не менее, производитель заявляет о том, что эта матрица прям супер-пупер. Она выдает картинку не хуже, чем, например, Monstro, который стоит гораздо дороже. Нативное ISO у камеры 800 и не Dual ISO, потому что, мол, это матрица. Опять же, матрица вытягивает прям отлично и дальше. И соотношение сигнал-шум у нее просто замечательно. Поэтому двойное ISO этой камере просто не нужно, как говорит производитель. Следующая совершенно не киношная функция это Pre-Rec, предварительная запись. То есть камера как бы пишет постоянно и в момент, когда вы включаете кнопку записи, она сохраняет то, что было раньше. Можно выставить такую функцию. И вот у кинокамер такая функция совершенно неожиданна, потому что вы включаете запись по команде камера и пишете то, что собираетесь. А вот в репортажной жизни эта функция используется очень часто. Она появилась достаточно давно и даже я ей пользовался, но на репортаже, не на съемке кино. То есть вот еще один пункт, который эту камеру перетягивает в сегмент широкопотребительской техники. Очень неплохо поработали над цветопередачей в велоцирапторе. На презентации показали кадры, в которых видно, как в контровом засвете на линзе появляется пурпурный засвет. И в вэрапторе этого засвета нет. То есть с цветом хорошо поработали. И он должен передаваться более естественно, более натурально, ну более правильно. На вопрос, установлен ли в этой камере глобальный затвор, был вот такой вот ответ. Нет, не установлен. Но по их заявлениям, rolling shutter будет просто минимальным, потому что матрица очень-очень быстрая. И она в два раза быстрее, чем ее предшественницы. Ну, в общем-то, в этом есть свой смысл. Если считывание быстрое, то эффект rolling shutter действительно будет минимальным. Но, тем не менее, это не глобальный затвор. Дальше. Камера управляется с помощью телефона по Wi-Fi через приложуху и передает на телефон картинку. Если на камере будет установлен RF объектив, то вы управляете еще и экспозицией. То есть вы можете прикрыть диафрагму или поправить фокус, потому что RF объективы электронно управляются. Ну, и, кстати, тем не менее, на эту же камеру через переходничок, опять же, можно даже родной Canon поставить и EF-оптику. Парк, который очень широк. Ну, и можно, конечно же, поставить переходник на PL-mount и снимать на настоящие объективы, настоящее кино. Но это будет немножко дороже. Еще RED отмечают как положительную функцию ее мультиформатность. При смене разрешения вы меняете формат кадра с полного кадра на Super 35, ну, как бы, нативно ее кропаете. И в RED считают эту функцию положительной. То есть это записывается в плюсы этой камеры. Не скажу, что это плохо, но, наверное, действительно да. Вы можете снимать как в широком формате 8К, так в Super 35, 6К. И, опять же, когда вы в 2К переходите, вы снимаете 600 кадров. 600 кадров, ну, это просто бомба. Если вам нужна была раньше камера специальная для скоростной съемки, то эта камера теперь не специальная, но для скоростной съемки очень даже подходит. Матрица на 35,4 Мп с диагональю 46 хвостиком миллиметров очень похожа на ту, которая стоит в монстру. Есть вообще подозрение у меня, что это та же матрица, а частота кадров увеличена за счет более быстрого процессора и быстрого носителя. Потому что носители в этой камере на сегодняшний день в велоцирапторе максимально быстрые. Те, что есть на сегодня. И, кстати, Red будет выпускать еще и свои флешки. Это у них, так сказать, бонус к этой камере. Но чаще всего на презентации сравнивали все-таки вираптор и комода. Потому что вираптор, видимо, все-таки проистекает из комода. Можно посмотреть хотя бы на RF Bayonet. Работает камера от V-Mount батареек. Причем площадка на попе у нее не съемная, а встроенная в тушку. Ну, для меня это неправильное, как бы, по мне, решение. Потому что площадку всегда можно поменять, если что. От батарейки 98 Вт час камера будет работать 1 час. Это ее неплохой результат. То есть, V-Mount'ами можно всегда запастись. И у вас на целый день этого дела хватит. Стоит голая тушка 25 тысяч долларов. И за 30 тысяч можно купить тушку с плюшками. Там будет две батарейки, карточка, монитор и еще какие-то плюшки. Не помню. Но, грубо говоря, сейчас очень сильно кусают локти те, кто купил монстру. Тоже восьмикашную, которая не выдает картинку лучше, чем новый вираптор. И купили ее за 60 тысяч долларов. Тут, как бы, ну, можно посочувствовать. На презентации говорилось о том, что эта камера стоит меньше, чем должна быть. То есть, видимо, для нее сделали действительно минимальную цену. И у нее не будет системы обмена, которая была у Red раньше. Сдал старую камеру, доплатил, получил новую. На эту камеру эта система распространяться не будет. Она слишком дешевая, чтобы давать еще какие-то бонусы. Вот как-то так они на презентации сказали. Джейсон Момоа, очень большой любитель Red'а, уже получил свою игрушку и поснимал на нее футажики. Я вам ссылочку оставлю внизу, можете посмотреть. Конечно, YouTube не передаст всю красоту картинки. Он пережмет все под себя. Но, тем не менее, представление, как снимает эта камера, сделать можно. Какие-то футажики восьмикашной вираптора уже в сети появились. Ссылку на саму презентацию и на B&H, если вдруг вы сейчас уже прям решили заказать эту камеру, я тоже оставлю в описании. В общем, эта камера меня взбудоражила не по-детски. Я думаю, в воскресенье, когда этот видос выйдет, страсти уже немножко улягутся. Но, тем не менее, камера прям вот удивительная. Я бы не удивился, если в ней бы еще оказалась сейчас внутриматричная стабилизация. Так что, ну вот, не знаю. Камера странная, она многогранная. Камера, я не скажу, что она плохая. Нет. Не скажу, что она слишком дорогая. Да, 25 штук это дорого. Мне эта камера, наверное, не нужна. Потому что я не вижу у себя ее вариантов особого использования. Я справляюсь с DSLR-ками. А такую штуку я, наверное, возьму в аренду. Все-таки, если мне понадобится. Потому что на проекты техника берется в аренду совершенно спокойно. И она не настолько дешево, чтобы покупать ее себе в постоянное, так сказать, пользование. И не настолько удобная, чтобы иметь ее в постоянном пользовании. Ну, тем не менее, в киношках, я уверен, она пользоваться спросом будет. Те же вот Suicide Squad новый снят на комода частично. И это выглядит абсолютно неплохо. Поэтому будущее у этой камеры есть. Alexu она не перебьет. Но Red держит все-таки свой какой-то сегмент в кинопроизводстве. И, видимо, выходом в Air Raptor они хотят этот сегмент немножко увеличить. Для каких-то малочисленных групп, где нет фокус-пулера. Или какие-то стесненные возможности. Ну, вот, видимо, они как-то хотят расширить свой сегмент. И захватить немножко больше рынка. Откусить больше кусок пирога. В общем, пишите, ребят, ваши впечатления об этой штуке. Ну, правда, удивительная штука. Я надеюсь, что вам тоже это интересно было. Или хотя бы как-то вас зацепило. Поэтому очень жду комментов. Очень жду. Мне хочется пообсуждать ее. И я приглашаю вас делиться своими мыслями. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Сергей Блинов на VideoZoneXL. Как всегда, призываю вас подписываться и оставаться на канале, чтобы не пропустить какие-нибудь интересные видосики. Вот, например, как про Вераптор. Все, ребят. Счастливо. Пока.